Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Извините Видите ли, наши люди обнаружили, что она организовала встречу с Грушковым, начальником охраны президента Тайную встречу Ходят слухи, что на ней будет сам президент Президент? Только Грушков мог обеспечить присутствие президента Вы знаете, какой он настойчивый? Знаю Наверное, нам следует отложить операцию Или даже все отменить Яковлева что-то подозревает Она может рассказать Грушкову и президенту Операция пройдет по графику, Иван Это всего лишь неожиданное препятствие Которое требует немного импровизации Мы знаем про встречу В то время как они не подозревают, что их тайные замыслы раскрыты В этом наше преимущество Вы собираетесь их убрать? Да, но со стороны это должно выглядеть, как будто Грушков и Яковлева замышляли что-то против президента Он должен поверить в то, что они предатели В итоге он должен полностью довериться КГБ Мы можем их подставить Убедить президента, будто Грушков и Яковлева хотели заманить его в ловушку Может быть, организовать попытку покушения? В их причастность будет трудно поверить Да Они не похожи на наемных убийц Тут бы пригодился наемник из ЦРУ Наемник из ЦРУ? А ведь ты прав, Иван Если ЦРУ окажется замешанным в это дело, президент будет в шоке И советско-американские отношения необратимо пошатнутся Только откуда взяться наемнику из ЦРУ на этой встрече? А как насчет того американского журнолюги, который совал нос в нашу берлинскую операцию? Мэтью Картер? Репортер? Но он же не работает на ЦРУ А кто это сказал? Ну-ка, слушай внимательно Ваш паспорт, мистер Картер Приятного пребывания в Москве Веселенькое место По сравнению с ним замок Франкенштейна кажется Диснейлендом Сергей сказал, что встреча состоится напротив саркофага Ленина Прямо в центре Мавзолея Когда вы можете что-то сделать с объектом В правом верхнем углу экрана появится меню действия Оглушите охранника так, чтобы он не поднял тревогу Для внезапного нападения используйте тени и объекты Ммм, стелс В интернете решил попроходить, попробовать Сергей, мне нужен ключ от главного входа Зачем он тебе? Расслабься Я просто забыл кое-что Хочу забрать прежде, чем закончится моя смена Не забудь вернуть, я буду здесь Знаю, знаю Ключ от главного входа Мне нужно его достать Но я не хочу его убивать Так что стрельбу начинать не будем Может быть, я смогу зарядить ружье чем-то несмертельным? Что тут у нас? Пластиковая бутылка, несколько обычных пуль Из этого мусора можно собрать что-то вроде резиновой пули Черт Иногда я сам себе удивляюсь Моя способность к импровизации уже сотни раз спасала Я не смогу пройти через лазерное заграждение незамеченным Надо найти способ отключить их Отлично, отсюда мне все будет видно Ага Ага, наконец кто-то идет Опа, кто тут у нас? Мужчина смахивает на военного А вот и сам президент Но кто эта девушка? Ладно, действующих лиц мы опознаем позже Покажу фотографии Сергея, он должен помочь Что за черт? Раньше я мог видеть все насквозь только метафорически Это явно не мой фотоаппарат Лучше не наводить его ни на кого Любопытно, что он может делать? О, огнетушитель, это то, что нужно Попробую-ка я сделать снимок О, черт! Стоять! Руки вверх! Не двигаться! Рад, что вы не пострадали, товарищ президент Что тут происходит, Баринский, понимаешь? Что это все значит? Я спас вам жизнь, товарищ президент В конце концов, это моя работа Видите ли, мы обнаружили, что товарищ Грушков и товарищ Яковлева работают на ЦРУ Они собирались убить вас Это ложь! Ты сошел с ума, Баринский! Как ты можешь предъявлять такие нелепые обвинения? Ничего нелепого, Грушков У нас есть доказательства Вы заманили сюда президента и наняли американского наемника из ЦРУ, чтобы убить его Безумие какое-то! Какого еще наемника? А ну-ка подождите, черт побери Я никакой не наемник, я только... Что только, мистер Картер Зачем вы там прятались? Если вы знаете, как меня зовут, то знаете и то, чем я занимаюсь Я репортер, я хотел снять несколько кадров Снять несколько кадров, значит? И что же, мистер Картер? Все американские фотоаппараты способны на такое Черт, да это простой фотоаппарат Я не знаю, почему... Довольно, товарищ президент Это далеко не простой фотоаппарат Мы видели чертежи подобного устройства Это оружие наемника, разработанное в ЦРУ Взять его! Отлично! Значит, это некое супероружие Если я сделаю вашу фотографию, вы взорветесь, как тот огнетушитель Так что ли, Баринский? Успокойтесь, мистер Картер Будьте благоразумны Вы окружены Если вы сдадитесь, мы, возможно, сохраним вам жизнь Эй, Баринский! Улыбочку! Взять его! Стой! Сюда! Огонь! Что за чертовщина? Баринский был прав насчет камеры, но откуда она у меня? Кто-то явно хотел, чтобы все выглядело так, будто я хотел убить президента Но зачем? И кто сказал Баринскому, что я там буду? Тем же путем мне не выбраться отсюда Это точно И что мне теперь делать? Черт! Я в ловушке Черт! Камера наблюдения! Этот лазерный луч лучше не пересекать Вот! Кажется, это выход Да, наконец-то! Черт! Эти парни не отстают Но русским мускулам трудно тягаться с американским читьем и смекалкой К тому же я в отличной форме Чтобы схватить меня, потребуется нечто большее, чем пара русских спецназовцев Отлично! Иван Закинь нашего американского шпиона в багажник Да, товарищ Устраивайтесь поудобнее, мистер Картер Расслабьтесь Мы не будем выбивать из вас признание, пока не прибудем на Лубян Наслаждайтесь Наш наемник, наконец, очнулся Должен сказать, я слегка разочарован Ваши агенты времен Холодной войны были лучше подготовлены О чем это вы, черт подери? Вы агент ЦРУ Как вы там себя называете, киллер? К несчастью, не очень удачливый Да ну! Что ж, если я из ЦРУ То вы мой напарник Мои источники доложили, что президент собирался встречаться в офзале с представителями ЦРУ Получается, что и вы из управления Я начальник президентской охраны Я не раздумывая отдам свою жизнь за президента Я защищаю его денно и ношно От таких, как ты Ага Ну, жаль тебя разочаровывать Но я всего лишь репортер, который оказался не в том месте и не в то время Что-то тут не складывается Итак, товарищи Как обстоят дела в русских тюрьмах? Мне хоть полагается, адвокаты право на телефонный звонок? Или только билет в Сибирь в один конец? Или все еще проще Сигареты в зубы, шарф на глаза и к стенке? Никаких адвокатов и телефонных звонков Им нужно наше признание, что мы сотрудничали с ЦРУ и готовили покушение на президента К тому времени, как они закончат с нами работать, мы подпишем все, что они захотят Они уже продемонстрировали мне, на что способны Долго я не протяну Ты сломаешься еще раньше А ну-ка подожди, черт подери Я гражданин Соединенных Штатов Я обращусь в посольство и... Похоже, я неясно выразился Это КГБ, сынок Здесь не имеет значения, кто ты такой и откуда приехал Здесь... Эй, вы там, заткнитесь Никаких разговоров Сукин сын Что ты сказал? Черт Ловить! У меня плохое предчувствие Давай быстрее Бери ключи и выпускай нас Да что за черт? Какого дьявола ты набросился на охранника? Черт Ну, надеюсь, ты доволен Теперь мы не просто заключенный Мы еще и беглецы Мы погибли Чему только вас там учат, в шпионской школе Если бы мы остались там, мы бы погибли А теперь у нас появился шанс Ну? И как отсюда выбраться? Все проходы просматриваются камерами Так что мы далеко не уйдем Сначала надо захватить комнату наблюдения Возьми этот переговорник Он настроен на закрытый канал Я смогу постоянно поддерживать с тобой контакт Мы что, разделяемся? Разве мы и не должны держаться вместе? Тюрьма разделена на несколько секторов С бронированными дверями Которые можно открыть только с терминала в комнате наблюдения С помощью камер ты будешь следить за моими передвижениями Я буду продвигаться к двери А ты будешь следить Чтобы на моем пути никого не было Когда все будет чисто, ты откроешь дверь И я пойду дальше Я оставлю двери открытыми, чтобы ты смог пройти И это твой план? Ты пойдешь устраивать резню за стенках КГБ А я буду наблюдать по телевизору, как ты рискуешь своей головой? Я согласен Жаль, попкорн не захватил Попкорн? Забудь Иди, я прослежу за тобой Вот, возьми, пригодится Только если пули будут резиновые И я не собираюсь убивать невинных людей И я не убийца из ЦРУ Картер, мы оба беглецы Они, не задумываясь, будут стрелять на поражение Или ты их, или они тебя Ну, я спустился Но она все еще закрыта Что мне делать? На верхнем этаже есть еще один терминал Тебе нужно пробраться туда Моя рука все еще плохо действует Отлично Ты заварил эту кашу, а мне теперь расхлебывай Ну ладно, как скажешь, приятель Я нашел служебный лифт Отлично Подожди, я уже иду Хм, это то, что надо Да ну Заходи, я отправлю тебя наверх Там второй терминал Оттуда ты сможешь открыть оставшиеся двери Как только я пройду, присоединяйся ко мне Надеюсь, наверху меня никто не поджидает Надо же, я не был уверен, что мы зайдем так далеко и останемся живы Похоже, ты хорошо знаешь это место Я начальник президентской охраны Я уже был здесь и не раз Конечно, обычно я нахожусь по другую сторону решетки Ладно, пора идти Скоро они поймут, что мы сбежали Никаких возражений, где выход? Погоди Сначала надо взять записи А ну-ка, постой Какие еще к черту записи? Я не собираюсь тут задерживаться Ни на секунду Я хочу выбраться отсюда И как долго, по-твоему, ты пробудешь на свободе? За нами гонится все КГБ Ага, и что изменится от того, что мы останемся здесь? Нужно найти способ доказать, что мы не планировали никакого покушения Я уверен, что за всем этим стоит глава КГБ Баринский Соня сказала, что у нее есть информация, способная его дискредитировать Это было настолько важно, что она настояла на встрече с президентом Вот почему мы встретились в Мавзолее Я догадывался, что Баринский в чем-то замешан Но теперь он знает, что я его подозреваю и сделает все, чтобы убрать меня с дороги Похоже, Баринский решил убить двух зайцев одним выстрелом Он захватил Соню, угрожавшую сорвать его планы, и тебя, осующего нос в его дела Не говоря уже про то, что в попытке покушения он обвиняет американского агента, которого он тоже смог захватить Вряд ли эта ситуация улучшит отношение Советского Союза с Западом Это может означать конец перестройки и гласности А зачем это Баринскому? Баринский закоренелый коммунист Ему не нравится новая политика Совета Он и его сторонники никогда не поверят, что Холодная война закончилась Заговор на высшем уровне Из этого может получиться отличная статья для моей газеты Кассеты с записью допроса могут доказать президенту нашу невиновность Что ж, так чего ж мы ждем? Надо найти эти записи, тогда мы сможем отсюда выбраться Верно, пошли И держат записи в комнате для допросов Это где-то на втором этаже Где-то на втором этаже Отлично А ты не заметил двух агентов в холле? Если там будет слишком много людей, дай мне знать, я их отвлеку Устрою небольшую заварушку, и они побегут выяснять, в чем дело Это даст тебе несколько минут, чтобы пройти Я во дворе Отлично Комната для допросов должна быть в восточном крыле Ага, вижу Кажется, кто-то забыл закрыть окно Отлично Забирайся внутрь Ты с ума сошел? Окно метров в десяти над землей Да еще и какие-то железяки торчат на карнизе Может быть, тебе зайти через дверь и представиться охранником? Не сомневаюсь, ты как-нибудь объяснишь свое появление Но открытое окно на северо-западном углу Это архив Оттуда ты сможешь забраться на карниз Никаких бумаг Зато тут есть магнитофон Проиграй пленку Ага, сейчас разойдет сюда все Я спрошу еще раз Почему вы связались с майором Грушковым? Вы безумец Почему вы связались с майором Грушковым? Технический персонал атомной электростанции не обязан подчиняться приказам КГБ Это не имело никакого смысла Поэтому я залезла в сеть электростанции Значит, вы признаете, что получили доступ к секретным документам Которые вы не имели права читать? Да, признаю И то, что вы планируете, безумие! Вы просто маньяки! Вы... Иван, 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 нет нужды применять грубую силу Это так некультурно Товарищ Боринский, но мы должны узнать, что она скрывает Возможно, она уже передала информацию Грушкову Возможно Но это не оправдание плохим манерам Позови доктора Думаю, несколько кубиков наркотика правда нам помогут Я не хочу причинять вред этой юной леди Во всяком случае, пока Подонки! Меня! Запись это хорошо, но на ней ничего толком не сказано Нам нужны более весомые доказательства Боринский что-то замышляет И Соня выяснила, что именно Нам нужно больше информации Как скажешь А почему бы просто не выследить его и не спросить? Думаю, он будет просто счастлив помочь Думаю, мы должны проникнуть в его кабинет и оглядеться Ты уборщица с пылесосом прошлась Ничего нет, кроме старого сейфа Если бы я был на месте облаченного властью садиста Я бы хранил доказательства своих злодеяний именно там Ну, конечно Боринский всегда ревностно оберегал свою собственность Кроме него комбинацию сейфа Знают только двое его ближайших подручных Агенты Русаков и Логодин Но каждый из них знает только половину комбинации Сукин сын! Хочешь назад? Говори код от сейфа Боринского Да пошел ты, сволочь американская! Я скорее умру! Это можно организовать Тем более, что руки у меня уже устали 7-7-6-6! Молодец Комбинация Логодина 5-5-4-4 И что тут у нас? Ух! Это ж та самая камера, которую мне подсунул Боринский вместо моей И впрям похоже Спасибо, Боринский! Это мне пригодится Что тут еще? Так, документы какие-то Филби, Куба, Геннеди Надо же! Мадам Тэтчер! Я полагал, у вас более утонченный вкус на мужчин Так А это что? Нет Не может быть Боже мой Грушков! Я нашел! Господи! Похоже, Боринский занимается производством собственных ядерных бомб Что? Бомбы! Ядерные бомбы! Вот что обнаружила Соня! Неудивительно, что он хочет устранить меня и Соню Если бы я узнал об этом, с ним было бы покончено Он знал, что я дышу ему в спину А я тут при чем? Ты пешка, которую он отправил в расход, чтобы избавиться от нас Погоди! Картер! Ты открыл сейф? Да Мне не нужно твое разрешение на то, чтобы открыть какой-то жалкий сейф Я уже большой мальчик Нет, ты идиот! Дьявол! Говорил тебе не трогать сейф Боринский установил там систему самоуничтожения, которую надо было отключить, прежде чем открывать сейф Я уже понял Я возле двери Встречаемся там, пора уходить, пока нас не поймали Но документы, доказательства! Все сгорело! Забудь про них, надо выбираться прямо сейчас Что это за дерьмо? Я не могу дышать Это галлон противопожарный газ Быстро найди противогаз Эта штука тебе легкие наизнанку вывернет Думаю, как-как Я нашел противогаз Молодец! Давай быстрее ко мне! Дверь закрыта! Мистер Картер Я знаю, вы меня слышите Боринский Вижу, я недооценил вас и товарища Кружко Однако, поверьте мне, вам не выбраться отсюда Я лично перекрыл весь этаж, и ключ есть только у меня Не усугубляйте ваше и без того незавидное положение Сдавайтесь И мы спокойно поговорим Поверьте, я не собираюсь причинять вам вред Подонок! Он нас отрезал! Может быть и нет Он сказал, что у него ключ Кажется, он не собирается отдавать его нам Кроме того, мы даже не знаем, где он Я вернусь в комнату безопасности и включу камеры Оттуда просматривается почти весь этаж Как только я засеку его, сразу же сообщу тебе И ты постараешься его обезвредить Этот газ нам только на руку, он тебя прикроет Но как бы то ни было, не убивай его У нас пока нет доказательств нашей невиновности Он нам нужен живым У него ключи, наверное, все есть Кажется, мы выбрались без особых потерь Не считая того пожара, который ты устроил Слушай, извини, я... Тихо Ты посмотри, какие дружелюбные ребята Это спецназовцы Солдаты особого подразделения Похожи под командованием Баринского Обычно они тут не располагаются Как бы ты выразился, Баринский созвал больших парней Я выражусь иначе Сматываемся отсюда Иди вперед, будешь прокладывать путь к отступлению Я присоединюсь, когда все будет чисто Мы в безопасности Что теперь? Запись допроса Сони пропала А остальные доказательства сгорели в сейфе Баринского По-моему, пора сматывать удочки и быстро Тихо! Кто-то идет Попадешь ты в неприятности с таким характером, товарищ Когда Вася сказал мне, что ты натворил А будет знать, как трогать мои сигареты Я его предупреждал Да он теперь неделю не выйдет из госпиталя После того, как ты огрел его по голове И все из-за какой-то сигареты Никто не смеет трогать мои сигареты И он никому не скажет, иначе будет еще хуже Зато теперь вместо Васи нам подсунули этого лоха Никто его не знает Все, что о нем известно, это то, что он дурак Ха! Дурак! Да еще и калека! Я слышал, у него рука сломана Наверное, тоже таскал чужие сигареты Ага! Ну, скоро выясним, что он за солдат Группа прикрытия скоро уходит Сначала ему стоит научиться покупать себе сигареты Прикрытие? Прикрытие чего? Хороший вопрос Если ребята Баринского входят в эту группу прикрытия Значит, это как-то связано с его планами Я должен попасть на этот транспорт до отправления И как ты думаешь это осуществить? Ведь ты не солдат этого подразделения Они говорили про какого-то новичка Которого они еще не видели Ага! Новичка со сломанной Ты, должно быть, шутишь Кто бы мог подумать, что моя рука так пригодится? Надо найти этого парня и снять с него форму Сомневаюсь, что она даст ее добровольно Что ты предлагаешь? Топать за ним по пятам, пока он не отправится в душевую? Я думаю, тут нужен более продуктивный подход Что Баринский собирается делать с бомбами? Он готовит путь Переворот с целью захвата власти Теперь я уверен Я долгое время наблюдал за ним Он хочет избавиться от президента и занять его место С помощью бомб он сможет шантажировать президента Или передать их террористам Неважно! Что бы он ни сделал, это приведет к изоляции Советского Союза От остального мира А в условиях тотальной враждебности Баринский станет главным кандидатом на место президента СССР Людей будет просто убедить в том, что стране нужен крепкий кулак военного И никакой больше перестройки Перед отправкой группа прикрытия, скорее всего, будет на заднем дворе Я должен срочно попасть туда А мне что делать? Тебе придется выбираться самому Прости, Картер, но я ничем не могу тебе помочь Если меня обнаружат, все будет потеряно Все, что ли? Товарищ президент, вы должны мне поверить Я никогда не обманывал вас Все, что я говорю вам, чистая правда Да, товарищ президент Я понимаю, как это выглядит со стороны Но Баринский все это подстроил Да, это действительно безумно Но я видел, как Баринский отдает приказы спецназовцам Он действительно собирает ядерные бомбы в Чернобыле Подумайте об этом, товарищ президент Я всего лишь прошу вас устроить внезапную проверку на атомной станции Баринский не сможет скрыть от вас следы операции И вы убедитесь в том, что я говорю правду Спасибо, товарищ президент Вы приняли верное решение Вы не пожалеете Нет, к сожалению, я не могу вам этого гарантировать Но мне кажется, что мы увидимся Так что, мы отправляемся в Чернобыль? Картер, а ты что здесь делаешь? Тут полно спецназовцев Убирайся отсюда, живо! Ладно, хватит приключений Выхожу за ворота и сматываюсь отсюда Никаких больше Баринских, допросов, КГБ, никаких бомб И никакого материала О чем ты думаешь, Картер? Надо быть полным психом, чтобы сунуться на атомную электростанцию, захваченную сумасшедшим Хотя это был бы материал на первую полосу И, возможно, даже на Пуллицеровскую премию Эй, знакомая машина! Это же чайка Баринского, которой он сбил меня Ага, отличный план Добровольно забраться в багажник к Баринскому и отправиться на очередную поездку О чем я только думаю Я просто напрашиваюсь на неприятности О, это же моя зажигалка Как она здесь оказалась? О, это же моя зажигалка О, это же моя зажигалка Начальника службы безопасности Бондарчука Пусть немедленно отправляется в конференц-зал Как прикажете, товарищ Баринский Начальник службы безопасности? Похоже, разговор будет интересным Наконец-то О, это же моя зажигалка Заходите, товарищ Заходите Василий Бондарчук Начальник службы безопасности Чернобыля Прибыл по вашему приказанию Нужды в официальном тоне, Василий Как прикажете, товарищ полковник Надеюсь, я могу рассчитывать на полное содействие с вашей стороны В чем дело, товарищ полковник? Почему здесь столько спецназовцев? Меня ни о чем не предупреждали И не должны были Это вопрос исключительной важности Исключительной президент? Давайте просто считать это делом чрезвычайной важности Товарищ Бондарчук Как вам известно, здесь проводится сверхсекретный стратегический эксперимент Под прямым руководством КГБ Сегодня эксперимент будет завершен И все вернется на круги своя Откровенно говоря, я надеюсь, что этого не произойдет Думаю, нам стоит ожидать решительных перемен Товарищ Бондарчук Решительных перемен Товарищ Баринский Вас к телефону из командного центра Срочно Иду Итак, я могу рассчитывать на ваше полное содействие Товарищ Бондарчук Разумеется, товарищ Баринский Приятие на общественном А так орут Тимошенко, объясните мне, почему Соня не активировала оставшиеся заряды? Вы сказали, что она вам нужна? Я доставил ее с Лубянки, что, надо сказать, было не так-то просто И в чем проблема? Она все еще без сознания Что? Разве она не приходила в себя? Нет, а активировать заряды может только она Где она? Надо привести ее в чувство И заставить активировать заряды как можно быстрее В конце концов, в могиле у нее будет время отдохнуть Товарищ Баринский Служба безопасности докладывает на станции посторонней Как это? Вот снимок камеры наблюдения в кабинете Картер? Вы знаете, кто он, товарищ? Скажем так, один старый знакомый, с которым нам пора повидаться Найдите и арестуйте его Да, товарищ Мисс Яковлева? Соня, вы в порядке? И что мне теперь делать, черт побери? Кажется, самое время позвонить старине Грушкову Грушков? Грушков! Грушков, ответь! Картер? Никогда не думал, что скажу это, но я рад тебя слышать, Грушков Ты уже в посольстве? У меня нет времени Я проник в Чернобыль Я тоже Я здесь, на станции Тут Соня, но она под воздействием наркотиков Дурак! Что ты тут делаешь? Я же сказал тебе Знаю, но я подумал, что тебе может понадобиться помощь Завязывай Опять ты суешь свой нос куда не следует Тебя ничего не волнует, кроме газетных заголовков Слушай, без меня бы ты не выбрался из Лубянки, так? Значит, мы в одной связке Что с Соней? Она без сознания Похоже, ее накачали наркотиком, правда? Приходил Баринский Ему нужно, чтобы она закончила работу над бомбами, которые еще не активированы Уже нет Что? Она ему не нужна С ним только что связался его шпион из Кремля Он знает, что сюда едет президент с инспекцией Поэтому он решил погрузить имеющиеся бомбы и на этом закончить Если он успеет сделать это до приезда президента, то мы окажемся в полном дерьме Надо забрать эти бомбы и показать их президенту Соня знает, где они находятся Отличная мысль, Эйнштейн Но она не в том состоянии Есть идеи, как привести ее в чувство? Ей нужен укол адреналина На станции есть медицинский кабинет, и там должно быть все необходимое Посмотрим Правда, даже если я найду адреналин, я вряд ли смогу что-то сделать Картер, Баринский знает, что президент уже выехал Некоторые бомбы активированы, некоторые нет А Соня все равно не сможет их активировать Она ему больше не нужна Именно Баринский непременно пошлет кого-то устранить ее Тебе надо отнести ее в медпункт и там сделать ей укол Отлично, так я совсем не привлеку внимания Где находится медпункт? Пройди через реакторную, а затем иди прямо по коридору Рядом с грузовым лифтом есть лестница Поднимайся наверх мимо офисов Медицинский кабинет на втором этаже Конечно, не мог же он находиться за углом Где я? Кто вы такой? Мэтью Картер Я был в Мавзолее Вы тот наемник? Нет, всего лишь простой репортер Послушай, у нас мало времени Здесь, в Чернобыле, Баринский изготавливает бомбы Ты это обнаружила, ведь так? А, да Он изготовил несколько ядерных бомб И ты хотела передать доказательства Грушкову и президенту? Да Послушай Баринский собирается использовать бомбы, как только подвернется возможность Он понял, что его план под угрозой раскрытия Но будучи хитрым подонком из разведки Он воспользовался ситуацией, чтобы избавиться от тебя и Грушкова Он организовал мое присутствие на встрече И обвинил меня в попытке покушения Все мы должны были в итоге оказаться под расстрелом Где мы? В Чернобыле Баринский привез тебя, чтобы ты активировал оставшиеся бомбы Я никогда не сделаю этого Это уже не важно Мы убедили президента отправиться сюда на инспекцию Поэтому у Баринского нет на это времени Отлично! Президент увидит своими глазами, чем занимается Баринский К сожалению, Баринский узнал о визите президента Он хочет забрать готовые бомбы и исчезнуть Мы должны задержать его Так ты знаешь, где находятся бомбы? Нет Отлично! Мы в полной заднице Не совсем Впервые я взломала компьютер Баринского из старой серверной комнаты Если бы мы смогли туда добраться, я бы попыталась сделать это снова Возможно, там есть информация о том, где хранятся бомбы Старая серверная? Где это? Знаешь, как отсюда добраться до старой серверной? Надо пройти мимо кабинетов, затем пробраться через турбинный зал И дальше прямо по коридору Тогда вперед! Нам надо... Картер! Грушков! Они знают, что Соня исчезла и что ты на станции Баринский подозревает, что ты приложил руку к ее исчезновению Он перекрыл все кодовые двери и послал за тобой спецназовцев Будь осторожен! Какие еще кодовые двери? Если мы хотим попасть в серверную, нам надо пройти через три... Нет, четыре кодовые двери Подозреваю, что все они заперты Надо что-то придумать Ну, извини, я исчерпал запас хитрости на сегодня Есть идеи? Нужно замкнуть предохранители Стоит попробовать Где их найти? Не знаю Где-то в кабинетах Из ментпункта есть выход в вентиляционную шахту Можешь им воспользоваться Возьми рацию, будем держать связь Отлично Я открыл распределительную коробку и у меня есть швабра Но какой предохранитель открывает двери? Тут столько переключателей, что хватит на всю Москву Откуда я знаю? Бей все подряд Кто-то какие-то неприличные звуки издает Вам так не кажется? Ха А может? Ну, бляха, ты да и их смотри Картер! А? Обязательно было вырубать электричество на всей станции? Я всего лишь последовал твоему совету Картер, они выключили свет Боринский пытается выхурить тебя оттуда Не думаю, что это он Эта дверь все еще закрыта Почему отключение электричества открыло первую дверь, а эту нет? Этого я и боялась Эта дверь открывается автоматически Она не заперта Но раз ты вырубил все электричество, мотор тоже не работает Ну, в следующий раз дашь мне более подробной инструкции Нежели круши все подряд, Картер Ладно, ладно От того, что мы ругаемся, дверь не откроется Мы застряли Да мы не ругаемся А что происходит, если электричество выключается, скажем, по причине пожара? Должен же быть способ открыть эти двери в случае необходимости В аварийных ситуациях срабатывает запасной генератор двери Значит, надо устроить аварийную ситуацию Если мы откроем клапаны пожарной сигнализации, польется вода И давление воды упадет Сенсоры решат, что включилась система пожаротушения И тогда включится запасной генератор и дверь откроется Именно Где находится клапан? Видишь ли, надо открыть как минимум два клапана одновременно Чтобы перепад давления был достаточно сильным И сделать это надо быстро На этом этаже должны быть два клапана в служебных помещениях Должно сработать Так, я открываю клапан И я Все, возвращаемся в... Как там опять этот двусь встал? Отлично Ты сказала, что сервер находится за машинным залом Именно Осталась еще одна дверь Ты это слышал? Какой взрыв Я подорвал целый склад с пропаном Это займет их на какое-то время Это даст тебе время найти, где Маринский прячет бомбы Отличная работа Эй, сержант Да, я к тебе обращаюсь Ты что, не видишь, что у нас тут экстренная ситуация? Тащи сюда свою ленивую задницу вместе с бронзбойтом Уже иду, товарищ лейтенант Кажется, Грушков развлекается как может Этот коридор ведет в турбинный зал, верно? Да В турбинный зал ведут два входа Один на этом уровне, второй внизу Недалеко отсюда Чтобы добраться до старой серверной Мы должны пройти через турбинный зал и открыть кодовую дверь Затем коридор приведет нас прямо в серверную Замечательно Еще одна дверь с кодовым замком Кажется, у нас очередная проблема Возможно Может нести, то ладно Черт, люди Баринского Надо разобраться с этими ребятами Что, идет она? Ага Эти компьютеры уже давно не используются Но они все еще подключены к сети Мы можем использовать их для того, чтобы добраться до файлов Баринского Вот оно Баринский собирался сделать шесть ядерных бомб Но три так и не были активированы Значит, остались еще три Как нам найти их? И что делать с радиацией? Сенсоры на станции должны были засечь ее Но они молчат Именно Итак, если бомбы все еще на станции, почему сенсоры не реагируют? Хороший вопрос Подожди-ка, приказ Баринский отдал приказ спецназовцам Реакторы, секретные коммуникации Охранять подземные помещения Подземные? А что там под землей? Ничего интересного, насколько я знаю Оборудование и подземные гаражи Тогда зачем Баринский послал спецназовцев охранять эту зону? Весь персонал в подземных помещениях носят персональные дозиметры Дозиметры? Приборы для измерения радиационного излучения Возможно, оставшиеся бомбы хранятся под землей Вот почему на них не реагируют сенсоры Ты сможешь отыскать бомбы? Не знаю Мне нужен счетчик Гегера С этим не должно быть проблем Когда найдешь бомбы, их нужно обезвредить Погрузи их в резервуар для отработанного топлива Это выведет их из строя А затем мы покажем их президенту Да И когда президент увидит их, он поймет, что задумал Баринский Ладно, вот последняя бомба Соня, я нашел третью бомбу Подтверди, что я должен сделать Обезвредить их или принести назад в серверную? Неси их сюда Я уже иду Соня С тобой все в порядке? Соня? А, мистер Картер Хорошо, что вы пришли И как предусмотрительно с вашей стороны захватить мои бомбы? Я перед вами в неоплатном долгу Прости И я ничего не могла поделать Он угрожал убить меня Волчат! Ах ты, сукин сын! Тебе не уйти от ответственности, Баринский Президент уже едет И когда он прибудет, он увидит, что ты используешь Чернобыль Как свой личный заводик по производству ядерного оружия Ты просто дура, если думаешь, что я не знал о внезапном прибытии президента Но, боюсь, я не смогу с ним поздороваться Видишь ли, у меня появились срочные дела Можно сказать, взрывного характера В этом месте полно твоих отпечатков, Баринский Ты оставил следы по всему Чернобылю Вряд ли ты успеешь их замести Можешь уходить Все равно тебя скоро вычислят Видишь ли, Картер Я тот, кого вы, американцы, называете полным отщепенцем Я позаботился о достаточно быстрой и тщательной уборке Найди Тимошенко Заставь его включить третий и четвертый реакторы на критическую мощность Да, товарищ полковник Что? Как все неудачно складывается, Картер Вот видишь, если бы не твоя журналистская любопытность Которая заставила тебя сунуть нос не в свое дело Президент просто ушел бы в отставку А теперь его блистательная карьера неожиданно и необратимо завершится Прежде чем он поймет, что произошло Реакторы расплавятся И Чернобыль взлетит на воздух вместе с президентом Ты с ума сошел? Взрыв уничтожит целую область Этот регион будет заражен в течение сотни лет Верно Это, несомненно, озаботит лидеров западных держав Перед лицом такой ужасной трагедии Они будут вынуждены протянуть руку помощи Новому советскому правительству Сильному правительству Которое позаботится о том, чтобы такая трагедия Никогда не повторилась Тебя признают ответственным за взрыв, Баринский Меня? Фотографии службы безопасности станции Которые чудом уцелеют при катастрофе Покажут, что ответственность за эту трагедию несет некий гражданин США Вероятно, агент ЦРУ Вы, мистер Картер Вас послало ваше правительство? Или вы агент-одиночка, превысивший полномочия? Оставим это на суд историков А пока отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами Станут весьма напряженными О, вы только взгляните на время Боюсь, нам пора Думаю, стоит захватить вас с собой, мистер Картер Если я привезу с собой виновника трагедии, причем живого Политбюро выдаст мне орден за заслуги перед Отечеством Баринский, ты забываешь, что я тоже все знаю Я... Верно, верно Но это уже не имеет значения Поскольку ты останешься здесь наблюдать за тем, как плавится реактор С научной точки зрения это будет завораживающее зрелище Многие ученые отдали бы жизнь за то, чтобы стать свидетелем подобного взрыва Что, в общем, с тобой и произойдет Василий, возьми нашего американского друга Только не в багажник, только не в багажник И брось его в багажник Кажется, ему там понравилось Безунец! Кто? Я? Разве я навязал советскому народу западный образ жизни, ведущий к хаосу? Это я разрушил на корню экономику страны Из-за меня голодают люди Разве я уничтожил саму основу нашего общества И натравил друг на друга народы бывших республик? Нет, я всегда заботился о благе моего народа Я один слышу плач и стоны матушки России И только я отважился проторить путь Который приведет к возрождению великой державы Этот путь я выбираю добровольно Ибо в этом моя судьба И пусть это начинается прямо здесь Грушков! Грушков, ты меня слышишь? Грушков, мне нужна твоя помощь! Да, товарищ, я все понял Начать увеличение температуры ядрореактора Девушенко нам яснит, как это сделать Правда, даюсь, ему не очень понравится мысль о ядерной катастрофе Я напомню ему о его обязанностях, товарищ И еще одно Мне только что позвонили с Лубянки Они нашли того новобранца, который должен был заменить Василия Разве он не здесь? Нет, его нашли без сознания в глотовке на Лубянке Но это значит... Да, у нас здесь шпион И кажется, мне это наш старый друг кружок Мне нужна его... Ну где она там? Наконец-то! Я уж думала, ты не справишься! Что тут произошло? Пока Картер искал бомбы в подвальных помещениях Меня захватил Баринский Он заставил меня сказать Картеру, что со мной все в порядке И Картер принес сюда бомбы Грушков, ты должен мне поверить Я ничего не могла поделать Где сейчас Баринский? Ушел Его люди начали нагрев реакторов И скоро температура станет критической Когда сюда прибудет президент? Мы должны его предупредить Если я сообщу тебе нужную чистоту Ты исправишься с коммуникационным оборудованием Я постараюсь Я постараюсь Поговори с президентом Президент на связи Товарищ президент, это Крушков Немедленно покиньте воздушное пространство Чернобыля Ваша жизнь в опасности Вы должно быть шутите, товарищ Сначала вы просите меня срочно приехать А теперь хотите, чтобы я лить вам Товарищ президент Михаил, вы должны мне верить Чернобыль вот-вот взорвется Баринский Что такое? Какие-то помехи Сигнал пропадает Не приземляйтесь Повторяю, немедленно покиньте зону Ни в коем случае не приближайтесь Они услышали? Не знаю Вы пытались вызвать охрану Чернобыля? Да, товарищ президент Никто не отвечает Сделайте еще один круг над областью Что теперь? Мы можем предотвратить взрыв реакторов Можно попробовать их заглушить Каким образом? В каждый реактор нужно опустить графитовый стержень Рядом с каждым реактором есть подъемный кран Его надо разместить над реактором Затем надо открыть корпус и вставить стержень Как мне открыть корпус реактора? В проходе под реактором есть два рубильника Оба должны быть включены Сколько у нас времени? Немного Реакторы уже начали плавиться Чтобы замедлить процесс, их надо охладить вручную У каждого реактора есть четыре аварийных системы охлаждения По две с каждой стороны Мы должны попытаться Ты прав, хотя шансов у нас Я знаю В опасности реактора номер три и четыре Я возьму на себя четвертый, а ты иди к третьему Хорошо, но я пойду первым Может быть я отвлеку спецназовцев И ты будешь в безопасности на какое-то время Я в комнате перехода У тебя получилось остановить четвертый реактор? Нет Почему? Что происходит? Четвертый реактор расплавится Это уже не остановить Сколько у нас времени? Если я продолжу вручную охлаждать реактор У нас будет 15 минут Возможно меньше Надо уходить Немедленно! Если я перестану контролировать процесс охлаждения Реактор взорвется и все мы погибнем Саша, если бы я не предала Картера Баринский не смог бы установить реактора на температуру плавления Это все моя вина Я останусь здесь и буду охлаждать реактор до последнего Мы должны позвать на помощь Слишком поздно Утечка радиации слишком велика Я не могу бросить тебя Пожалуйста, уходи! Товарищ президент, охрана Чернобыля все еще не вышла на связь Какие будут указания? Ждать Повышается Идет утечка радиации Я задействую четвертую систему охлаждения Убирайся отсюда! Немедленно! Осталось мало времени! Давай попробуем Спецназовцы покидают подземные гаражи Мне надо спуститься О, свадьбе! Что за черт? На станции произошел взрыв! Нас задело? Нет, мы достаточно высоко Нас затронула только взрывная волна Значит, Кружков был прав Поворачивай! Мы возвращаемся в Кремль Когда мы прибудем На моем столе должно лежать Досье товарища Баринского Какое зрелище Надеюсь, президент Как вы там в Америке выражаетесь Оторвался от души Тем не менее, боюсь, что западных лидеров Это не обратно Это вас, товарищ Баринский Что? Как это не приземлился? Кружков их предупредил? Как такое возможно? Значит, президенту известно все Нам конец Игра закончится тогда, когда я решу ее закончить Пошли приветственную делегацию в аэропорт Встреть президента и привези его в Кремль И пошли туда спецназ Никогда раньше не видел багажник изнутри А за последнюю неделю Уже трижды оказываюсь в одном и том же багажнике Это уже входит в привычку Я подготовлю речь Убедить, что президент будет на месте в нужное время Да, товарищ А что делать с этим ублюдком в багажнике? Я пришлю кого-нибудь за ним Грушков? Как я рад тебя видеть Паршиво выглядишь, Картер Неважно Быстрее, помоги мне выбраться Да не думал, что скажу это Но я рад тебя видеть Где Соня? Она погибла Погибла? Как? Баринский пытался взорвать два реактора Один я заглушил, но во втором процесс зашел слишком далеко Соня оставалась там до последнего Вручную охлаждая реактор Она задержала взрыв, и я успел спастись Если бы не она, я бы взлетел на воздух Вместе с половиной Украины Черт! Знаю Но сейчас не время скорбеть Баринский знает, что президент не был убит Значит, он в курсе, что президента все известно? Да, его люди получили приказ встретить президента в аэропорту И припроводить его в Кремль По телевизору Баринский объявит О добровольной отставке президента и назначении его на этот пост Как это возможно? Он может объявить военное положение Мы должны остановить его Для этого нужно найти бомбы Баринский собирается шантажировать ими президента Я попытаюсь обнаружить их Ты должен проникнуть в кабинет президента Попытайся остановить эфир Даже если у тебя не получится, ты все равно выиграешь нам время Я тут натолкнулся на спецназовца, у которого был мешок с твоими старыми игрушками Он, конечно, не хотел их мне отдавать Но с ним произошел несчастный случай Забирай Кажется, я все прихватил Спасибо, Санта Я по ним соскучился Да, вот еще что Никогда не думал, что скажу это, Картер Но я рад, что встретился с тобой Да, точно, вот так и надо Что произошло? Я не знаю Володя? Хм, прикольно Товарищ президент А вы кто такой? Мэтью Картер Наемник из Мавзолея Помните? Как видите, я опять промахнулся Что это все значит? Что за? Нет времени на объяснение, товарищ президент Надо выбираться отсюда Понимаешь, наверняка все перекрыл Из Кремля будет нелегко выбраться Под землей есть туннель, связывающий Кремль и Мавзолей Через него я сбежал, когда меня обвинили в попытке покушения на вас Кажется, что это было так давно Картер Грушков Что там у тебя происходит? Ты нашел бомбы? Да я нашел, осталась еще третья Как ты там? Вы с президентом уже добрались до Мавзолея? Мы почти Погоди-ка Откуда ты знаешь, где мы? Потому что помню, каким путем ты сбежал в прошлый раз Хуже того, Баринский тоже это знает Он идет к вам, будьте осторожны Когда спецназовцы врувались в Кремль, они организовали временную базу в Мавзолее Там должно быть оружие Будьте осторожны Вокруг могут быть отряды Баринского Картер, ты должен защитить президента любой ценой Ситуация накаляется, ты должен найти укрытие Картер, ты в порядке? Более-менее Президент тоже в норме Что-то это мне напоминает По-моему, нам надо прекратить встречаться в таких условиях Это точно Мистер Картер? Баринский, где ты, черт побери? Сдавайся, пока не поздно Надо уметь проигрывать с достоинством Свинья американская Ты разрушил все, над чем я так долго работал Думаешь, ты такой умный? Но ты просто ничего не понимаешь Сдавайся, Баринский Все кончено В этом ты прав, Картер Все действительно кончено Баринский Картер В чем дело, Грушков? Я нашел только две бомбы Третьей нигде нет Должно быть, она все еще у Баринского Черт Слушай сюда Баринский в ярости Он сказал, что это конец По-моему, он собирается взорвать эту бомбу Взорвать в Москве ядерную бомбу? Так даже Баринский на такое не способен Боюсь, вы недооцениваете его, товарищ президент Баринский не задумываясь Зарвал Чернобыль и сейчас не станет колебаться Мы должны остановить его Картер, я посылаю тебе людей, которые будут охранять президента А ты должен найти Баринского Ладно, где Баринский? На нем должен быть жучок, который позволит тебе следить за его передвижениями Надеюсь, вы все упокоитесь с миром Вам конец И тебе, Грушков И этой марионетке в кресле президента А как насчет москвичей? Ты же утверждал, что любишь свою страну И все же готов убить миллионы ни в чем не повинных людей Все скоро закончится Иван, взять его Как прикажете, товарищ Баринский? Ой-ой-ой-ой Дерьмо Да еще какое Как вы мне надоели, мистер Картер Когда вы уже наконец умрете? Бля, хип-то Че-то охеренно эти мог Ты... Ты можешь убить меня, Картер Но я не один За мной придут другие Перестройка — это ложь Долго она не продлится Россия, матушка, возродится Да аля Бля, хип-то Дериал Играет Ну что, внимая сцена какая-то бляха Мы и тут и не досмотрели до конца Ну вот и все Да Ладно тебе, побольше энтузиазма Мы спасли Советский Союз И обеспечили безопасность всего мира Мы герои, черт побери Кроме того, мне, возможно, даже присудят Пуллицеровскую премию Я просто забыл кое-что Премию? За что? В Чернобыле произошла небольшая авария Еще была перестрелка в Кремле Кажется, кто-то пытался проникнуть внутрь Какие-то преступники хотели похитить предметы искусства Ты шутишь? К счастью, грабителей задержали прежде, чем они смогли украсть работы И величайших художников соцреализма Да кто купится на такой бред? Это ж чушь! Но если об этом написано в газетах, значит, это правда? Тем не менее, президент выражает тебе свою благодарность За участие в данной операции Похоже, что в сейфе товарища Баринского Находились некоторые весьма интересные документы И некоторые из них уцелели Президент уверен, что тебе будет интересно на них взглянуть И что там? Ты знаешь, кто убил Кеннеди? Я вот знаю Кеннеди? Кажется, пулит за русскую премию я все-таки получу Возможно, если твое правительство допустит это в печати Эй, не забывай, я живу в свободной стране Первая поправка и все такое Мы не скрываем информацию Ага, конечно Конечно